А вы в курсе, что в Сочинском центре дополнительного образования хоста сегодня занимается более 3,5 тысяч детей от 5 до 18 лет? Там работают по 80 модифицированным образовательным программам. В учреждении 4 структурных подразделения – это кружки и секции художественной, декоративно-прикладной направленности, физкультурно-спортивной, естественно-научной, социально-педагогической. О некоторых из этих направлений поговорим сегодня. Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы – директор Центра дополнительного образования хоста Карина Чулакян. Карина Эдуардовна, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что согласились прийти к нам. Ну, на самом деле, очень много направлений, по которым сегодня работает Центр дополнительного образования хоста. Некоторые из них я перечислю. Вокал, хореография, хоровое пение, театр, рисование, лепка, бисероплетение, бальный танец, конструирование, кикбоксинг, школа программиста. То есть я назвала только некоторые из них, очень-очень много. И мне кажется, сегодня Центр дополнительного образования хоста – это одно из таких самых узнаваемых учреждений дополнительного образования на курорте. Как вам кажется, какую основную задачу сегодня решает Центр? Ну, основную задачу, которую сегодня решает Центр – это, в первую очередь, занятость детей. Через эту самую главную задачу решаются и следующие важные вещи – это предпрофильная подготовка, профориентирование детей. Ну, что говорить, нет в этом секрета, потому что ребенок, когда пробует себя в разных творческих объединениях, он пробует свои силы, получает новые компетенции. И, как правило, когда меня просят советы, я говорю, я, знаете, я советов обычно не даю, я могу рассказать какие-то, допустим, истории. Обычно, ну, это истории про моих знакомых, друзей, либо это на своем личном примере. Я себя очень хорошо помню в детстве. Я попробовала заниматься и спортивной гимнастикой, и художественной, и прыжками в воду, и даже занималась скрипкой очень долго профессионально. Была в сборной молодежной по легкой атлетике. То есть, как бы, знаете, и при этом очень любила математику. И так случилось в моей жизни, что я закончила Кубанский государственный факультет математического отделения, стала работать в школе учительной математики, а воля судьбы я оказалась в центре дополнительного образования. И понятное дело, что очень многие вещи, которые происходят в нашем центре, они непонятны изнутри. Основная цель, которую мы преследуем в нашем центре, ну, это первое. Дать ребенку все, что ему было бы интересно. Вы знаете, интересно может быть разное. Главное дать ребенку то, что было бы интересно не только ему на сейчас, на сегодня, а чтобы это стало, ну, скажем так, одним из главных направлений работы, будущего работы в жизни. Чтобы это сочеталось с интересами нашего города, края, страны. Очень много вопросов нам задают по тему месячника военно-патриотической работы. Ну, например, что вы делаете такого особенного? Ну, что мы делаем такого особенного? Ну, скажите, пожалуйста, вот как можно маленькому ребенку объяснить, что такое Родина? Вот как? Понятное дело, что мы начинаем объяснять, что Родина, ну, это в первую очередь мама, папа, друзья, брат и сестра. И песни, которые поют наши дети, они в первую очередь связаны, ну, вот, с любви к Родине, к маме, к папе, к бабушке. Это вот, ну, специально, не специально придуманные праздники, а есть вот праздники, которые мы отмечаем с вами всей страной. И в рамках этих праздников, понятное дело, выстраивается и определенная работа с нашими педагогами. То есть каждый педагог не просто получает задания, а он ищет и творчески относится к своему заданию. И, вы знаете, очень много интересных песен, которые поют наши дети, они становятся, ну, скажем так, любимыми не только в кругу наших детей, но и среди взрослых, среди родителей. Ну, наверное, это одно из главных направлений именно в патриотическом воспитании. Ну, и, понятное дело, замечательный клуб «Гренадер», который сегодня оказывает особое влияние на школьников и дошкольников. Мы уже в этом году стали работать еще и с дошкольниками, да. Наши ребята из клуба «Гренадер» выходили в детские сады и показывали мастер-классы. И что самое главное, во всех мероприятиях, которые мы проводим в Центре, у нас нет четкого деления, допустим, направленность художественно-эстетическая или направленность военно-патриотическая. То есть любое мероприятие, которое мы проводим, оно получается, как, ну, можно сказать, как красивый букет цветов из тех направлений, которые, ну, реализуются в нашем Центре. Еще очень интересный конкурс, который проходит в рамках нашего Центра, и этому фестивалю уже очень много лет. Это, скажем так, наверное, сегодняшний уникальнейший фестиваль, потому что ему, скажем так, почти 20 лет. Вот. А как интернет-фестиваль мы его проводим, 15 лет в этом году был юбилей этого фестиваля. Сочи-мост. Мастерская остро-сюжетных текстов. Вы знаете, этот фестиваль собирает огромное количество детей. Меня, когда только перевели в Центр дополнительного образования, я, честно говоря, удивилась. Думаю, ну, неужели, я говорю, есть дети, которые, ну, готовы приехать на этот фестиваль и поучаствовать. Вы знаете, их очень много. Очень много. И поэтому, понятное дело, что и фестиваль сначала проходит в заочном режиме, а потом самых лучших ребят мы приглашаем на очный фестиваль. Ну, что говорить. Если в этом году у нас были ребята с Республики Саха, с Камчатки, ну, то, что к нам ребята приезжают с Питера и с Москвы, это как бы норма. У нас в этом году впервые были крымчане. В этом году у нас было почти 35 регионов нашей большой родины. Ну, о фестивале «Сочи-Мост» и о клубе «Гренадер» поговорим еще отдельно подробно. 80 модифицированных образовательных программ. У вас более 80. И сегодня ваш центр – это и городская, и краевая экспериментальная площадка. Об этом расскажите. Вы знаете, большой центр – это как большая семья. И нужно понимать, что в нем происходит. Ну, что говорить. Сегодня, когда мы говорим, что родители предъявляют требования к школе, они предъявляют требования и к нам тоже, к центрам дополнительного образования. И очень много сегодня говорится о метапредметных связях. Сегодня очень много мы говорим об образовательном событии. И понятное дело, что когда мы прописываем свои программы, мы, конечно же, изучаем внутренний рынок, потребности. И несмотря на то, что сегодня, с одной стороны, говорят, что востребованы конструирование лего, да, вот в частности, конструирование, информатика. Вы знаете, на самом деле, как показывает наш социальный соцопрос, нет. Сегодня фаворитами являются вокал, хореография, театр, все, что связано со сценой, умение презентовать себя. И, наверное, это не секрет, потому что сегодня у наших детей, у маленьких и у взрослых, и постарше, доступ к гаджетам, к телефонам, к телевизорам и компьютерам огромен. И удивить наших детей гаджетами фактически невозможно. Любой родитель практически сегодня может приобрести домой хороший компьютер и можно, есть доступ к хорошим интернет-программам, компьютерным программам. А вот быть рядом с хорошим педагогом по вокалу, хореографии, театру, достаточно сложно, согласитесь со мной. Художники сегодня в большой цене, потому что сегодня прикладное искусство просто поднимается на очень высокий уровень. У нас очень много воспитанников, которые, вы знаете, становятся в последующем достаточно известными дизайнерами. Знаете, у нас была такая веселая ситуация, я ее часто рассказываю. К нам приезжала компания, телекомпания, как раз в кабинет изо, вешают петличку девочки одной на одну. И готовятся к корреспондентам задавать ей вопросы. И она говорит, а ты собираешься в будущем стать художником? Она говорит, нет. Она говорит, как? А что ты здесь делаешь? Она говорит, вы видите, я приучаю свою руку к тонкой работе. Я собираюсь стать детским хирургом. Ребенку 12 лет. То есть вы понимаете, да? И когда корреспондент решил задать вопрос всей группе, оказалось, что из 15 человек только два ребенка в будущем своем собираются связать свою жизнь, ну, где-то связанное с рисованием. Ну, там, дизайнерами одежды собираются стать, и дизайнерами, ландшафтными дизайнерами. То есть у детей уже понимание о том, что происходит здесь у нас в центре, о тех компетенциях гораздо глубже, чем у многих взрослых. Мы решили провести определенный опрос тоже в нашем центре. И когда прошлись, позадавали вопросы нашим детям, выяснилось, что очень многие ребята, которые занимаются вокалом, они не собираются, понятное дело, стать вокалистами. Для чего это нужно? Для уверенности. И вы знаете, очень много детей, которые собираются стать педагогами, юристами. Ну, педагогами, понятно, да, юристами, менеджерами. Им всем очень нужно заниматься у педагогов, имеющих отношение к сценическому искусству. Ну, а по поводу декоративно-прикладного искусства, ну, даже просто элементарно, знаете, очень много было вопросов. Вы же понимаете, я же будущая мама, я же будущая хозяйка, я должна понимать, какие цвета сочетаются, какие нет. То есть вкус развивают дети. И вы знаете, есть одно из направлений, это бисероплетение. В общем-то, скажем так, оно во многих образовательных учреждениях забытое. Хотя, если вспомнить историю этого искусства, это было исконно мужским искусством. Я особое внимание бы хотела бы, имея возможность у вас в студии, обратиться к родителям. Обратите внимание на бисероплетение, потому что, ну, это такое искусство, которое, ну, в детском, в дошкольном возрасте развивает моторику, с одной стороны. С другой стороны, это счет, это творчество, представление, да, представить нужно просто, разработать даже ту же самую схему. Это инженерная мысль. Хотя, казалось бы, очень просто. Очень просто, да, очень просто. На самом деле, очень просто. Сама пробовала, вот. На самом деле, это и успокаивает, это и развивает, на самом деле. У нас очень много детей, которые поступали в медицинские образовательные учреждения, в высшие медицинские образовательные учреждения, они вот как раз-таки ходили на бисероплетение. Потому что, ну, вы сами понимаете, да, это тонкость, пальпация. Вот, казалось бы, да, где пальпация, где бисероплетение. Но такие вот тонкие вещи достаточно неинтересны. Вы рассказываете очень удивительные истории, очень интересно. Получается, ваш центр решает очень глобальные задачи на самом деле. Но давайте поговорим теперь отдельно о патриотическом воспитании. Клуб «Гренадер» работает на базе вашего центра. В прошлом году он отметил уже 30-летний юбилей, была круглая дата. Как вам кажется, какой вклад вообще вашего центра в патриотическое воспитание молодежи города Сочи? Вы знаете, достаточно такой серьезный вопрос и очень ответственно на него отвечать. Я всегда говорила, что будущее России безусловно за молодыми. Не важно, в какой отрасли они будут, как говорится, трудиться. Важно, чтобы вот здесь было четкое чувство отношения ко всему происходящему. Клуб «Гренадер» решает очень правильные и системные задачи. На следующий год, вернее в этом учебном году, мы уже продумывали с Сергеем Анатольевичем программу, готовим ее к следующему году для дошкольников. Потому что на сегодняшний день в клубе «Гренадер» занимаются ребята с младшего школьного возраста, а мы уже предполагаем набирать дошкольников программу. Вы знаете, я не видела ни одного ребенка, который бы без восхищения, другого слова не могу найти, смотрел бы на ребят с «Гренадера». У нас просто, честно вам скажу, это равнение, это большой труд. И, знаете, кроме спортивной подготовки, которую получают ребята, у них огромное внимание уделяется истории, истории Отечества. И даже если они не говорят про русский рукопашный бой, то в первую очередь акцент идет на историю русского рукопашного боя. И это важно. Важно почему? Знаете, даже когда мы ребенку даем какое-то определение, ну вот, допустим, даже с точки зрения математики, я сейчас вот подхожу, я всегда стараюсь это спроецировать на обычную жизнь. То, что связано с прошлым, то, что может быть связано с будущим. Так вот, в клубе «Гренадер» эта системность, она настолько хорошо отслеживается. Вот ребята, которые приходят заниматься в клуб, их сразу видно. Вот их сразу, их на улице видно. Я видела многие, много клубов военно-патриотической направленности, но воспитанники именно этого клуба, они отличаются. Отличаются своей подтянутостью, отличаются взглядом даже, взглядом на происходящее событие, отношением к младшим, к старшим, к противоположному полу, к женщине. И вот, вы знаете, даже без формы, даже без формы, они, вот я вам говорю, они вот качественно отличаются вообще. Ну, здесь огромное нужно отдать должное, здесь нужно отдать должное педагогу Косянову Сергею Анатольевичу, потому что столько сил, сколько он вкладывает в своих ребят, но это дорогого стоит. Ну и клуб «Гренадер» тоже активный, и ваш центр в общем участвовал в краевом месячнике военно-патриотической работы, который не так давно завершился. И ваш центр отметили тоже на городском, на краевом уровне. Расскажите об этом, пожалуйста. Вы знаете, огромное количество мероприятий было проведено центром, это и встречи с ветеранами, это и концерты, это и письма, это и посылки, это и конкурсы. Причем, вы знаете, мы, проводя все эти мероприятия, мы еще огромное внимание уделяем нашим родителям. То есть, если мы идем к памятнику, мы идем с родителями, возлагаем цветы. Если мы идем на митинг, то мы обязательно идем с родителями, потому что здесь важно. Я сейчас говорю не про воспитание наших родителей, а про воспитание наших детей. Сопричастность родителей к этому мероприятию и детей, она дается, конечно, своей огромной результаты. Ну, что говорить, хочется стараться быть полезными городу, стране, краю. И, вы знаете, наверное, что говорить, не только в этом году мы провели такое количество мероприятий в рамках месячника. У нас месячник, военно-патриотическая работа не заканчивается в рамках месячника. Вот буквально недавно тот же гренадер приехал, ребята с клуба гренадер приехали с очередных соревнований, привезли два золота и бронзу. Вот буквально у нас вчера было мероприятие, посвященное героям Великой войны. У нас сегодня будет образовательный турнир, посвященный Великой Победе, в котором будут принимать участие лучшие гимназисты нашего, правда, Хостинского района. Турнир этот открытый, а гимназисты будут Хостинского района. Приглашаем с удовольствием. А с ветеранами часто получается встречаться? Наверняка не только по праздникам эта работа ведется? Вы знаете, с ветеранами мы встречаемся, я даже скажу вам больше, не столько в празднике, в большей части, а сколько в будние дни. Объясню почему. Потому что надо понимать, что ветераны, они такие, они никогда не откажут. Они очень воспитанные люди. А в праздники, ну, огромная нагрузка на них. Вот правда, огромная нагрузка. А про них же надо вспоминать не только в праздники. Абсолютно верно, да. Кстати, ветераны и частые гости Центра дополнительного образования Хост, они приходят сюда не только по праздникам, но и в будние дни. Именно такая активная работа с ветеранами Великой Отечественной, такую задачу ставит губернатор Краснодарского края, Бениамин Кондратьев перед всеми учреждениями образования и дополнительного, и основного. Вот его мнение на этот счет, отрывок одного из краевых совещаний. Эти ветераны должны еженедельно быть вовлечены в активную жизнь подрастающего поколения. Потому что живые, реальные свидетели событий будут нашим мальчишкам и девчонкам рассказывать о этих военных баталиях, о трудностях, о лишениях, которые прошла наша страна и весь народ. Это необходимо и должно являться просто одним из основных условий воспитания подрастающего поколения. Они изначально вырастут с тем стержнем, наша молодежь, которую никому никогда не поломать, никакими идеологическими атаками. Да, кстати, много таких встреч с ветеранами Великой Отечественной прошли во время Краевого месячника военно-патриотической работы. У нас есть репортаж, встреча воспитанников военно-патриотического клуба «Гренадер» с ветеранами Великой Отечественной войны. Давайте посмотрим. Человек, чье имя носит военно-спортивный клуб – почетный гость всех мероприятий «Гренадеровцев». Встреча с Виталием Бубениным для ребят – главный стимул к новым победам. Человек-легенда пограничных войск, герой Советского Союза, создатель и первый командир группы «Антитеррор Альфа», ветеран войны в Афганистане, генерал-майор Бубенин. Предложение назвать клуб своим именем принял не сразу. Признается, было неловко. Я когда пришел к ним, увидел и сказал, что я согласен. Не потому, что это как-то плохо выглядело, может быть, и скромно, но я подумал, что это нужно для дела, для воспитания, для ребят. Я заработал имя своему герою, защищая свою родину, свое отечество. Каждый из пришедших гостей – легендарная и выдающаяся личность. Это и герой России Руслан Кокшин, и ныне активист, а в прошлом артиллерист, участник Великой Отечественной, герой Павел Сюткин. Я участник Великой Отечественной, герой Великой Отечественной войны. Остался единственным экземпляром во всем Большом Сочи. Мне сейчас 94-й год идет, поэтому для них не просто экспонат какой-то, вот приведут или еще что-то, я не о этом не остановлюсь. Я хочу хоть что-то передать, что-то такое, какую-то внести лепту в эти детские и юношеские души. Главная задача гренадера – воспитать настоящих мужчин, достойных граждан страны. А подобные встречи, где укрепляются связи поколений – лучший пример для подражания. Одно дело, когда ребята на тренировке изучают налоги рукопашного боя, начальную военную подготовку. И совсем другое дело, когда они вживуюся и прикасаются с теми людьми, которым пришлось совершать подвиг, рискуя своей жизнью. Вот тогда и происходит шлифовка, отработка тех качеств, которые мы называем русский характер. То, что поставленные задачи военно-спортивный клуб выполняет, доказывают сами ребята. Ежегодно воспитанники гренадера поступают в вузы Министерства обороны ФСБ России. Пополнили сочинскими гренадеровцами в прошлом году и ряды студентов Голицынского пограничного института и Рязанского военно-десантного училища. Такой результат работы подчеркивают приглашенные герои и есть военно-патриотическое воспитание граждан. Очень часто наши воспитанники принимают участие в разного рода мероприятиях. Вы знаете, есть такой праздник День пожилого человека. Я сначала, мое отношение к этому празднику было такое скептическое. Думаю, ну пожилой, пожилой. На самом деле, я поняла смысл. Вот когда я сама уже поняла смысл. Пожил, пожил. Пожил и знает много. И вот ключевое слово пожил и знает много и может поделиться, это вот как раз-таки ключ ко всем встречам с ветеранами. И не обязательно это должно быть в празднике. Я бы сказала, даже в большей степени не в празднике, потому что в празднике хочется им дарить подарки. Не просто разговаривать, а дарить подарки, устраивать праздники, какие-то концерты. А встречи с ветеранами, они вот, ну, как говорится так, вот в будние дни. Ну и фестиваль «Сочи-Мост», который вы сегодня уже упомянули, в этом году он проводится, интернет-фестиваль проводился в 15-й раз уже. И был посвящен 125-летию с дня рождения Михаила Булгакова. Как он прошел? Много ли участников собрал? Немного итоги? Участников было очень много, и членам заученного жюри было тяжело достаточно выбрать лучших, лучших из лучших. Вот, как я уже говорила, 35 регионов приняли участие, ребята из 35 регионов приняли участие в этом фестивале. Как правило, у нас есть определенное количество, оно ограниченное, количество приглашенных детей. Вот, а количество участников, ну, оно зашкаливало, я вам сейчас скажу даже точно, сколько, ну, 3 тысячи работ, около 3 тысячи работ проверили. Вот, но это в первую очередь говорит о том, что фестиваль никогда не остается без внимания, и работы сильные были в этом году, и заочные работы были сильные, и сильные были презентации очные. И членам жюри, конечно, пришлось очень тяжело. Вот. Вы знаете, в восторге просто-напросто наши были гости от города Сочи, от микроклимата, который есть на самом фестивале, от климата, который есть просто в городе Сочи. Я говорю и климат, как климат, и про те отношения, про гостеприимность нашего города. И, вы знаете, каждый уезжающий, он возил с собой частичку города Сочи, вот, и с надеждой вернуться. Что доказывает этот фестиваль, как вам кажется? Что молодежь все-таки у нас читающая, думающая? Вот, что я самое главное хотела сказать про фестиваль. Самое главное, что мне бы хотелось сказать вам про фестиваль, что ежегодно, вот, на протяжении всего времени существования фестиваля, он посвящен именно русским поэтам, писателям, публицистам, русскому направлению. Здесь ни в коем случае не надо думать, что мы как-то отстраняемся от зарубежных поэтов, писателей, вообще публицистов. Нет ни в коем случае. Но задача нашего центра в первую очередь, чтобы воспитанники наши, дети, которые принимают участие в нашем фестивале, в первую очередь погружались в русскую литературу, в первую очередь. Конечно же, в рамках фестиваля, любого фестиваля, ежегодного фестиваля, конечно же, затрагиваются и писатели зарубежные, но основной момент – это русская литература. Ну и в завершение программы не могу не спросить о планах на лето. Летние каникулы уже не за горами, и ваш центр тоже активно принимает участие, вовлекает детей в летнюю занятость. Что готовите для ребят на эти три жарких месяца? На эти три жарких месяца у нас будут работать летние площадки. Как я уже говорила, что центры реализуют два проекта – это городской и федеральный, и они как раз-таки затрагивать будут, извините, городской и краевой. И они как раз-таки будут затрагивать именно летний период. И вот в рамках лета у нас предполагаются летние площадки на наших базах. Ну вот, то есть педагоги не закрывают двери центра, а продолжается работа, то есть творческая, до поиски, скажем так. Потому что, допустим, то, что касается наших юных исследователей, должно быть какое-то определенное время, выходящее за рамки программы, правильно? Это вот такие, как раз-таки, площадки. Кроме этого, мы очень хорошо работаем со школами Хостинского района, потому что, ну, поближе к нашему основному зданию, вот на примере прошлого года, трем образовательным учреждениям была предложена образовательная программа, в рамках которой наши педагоги давали мастер-классы. И феерическим было завершение лагерной смены. Ну, представьте себе, когда по одной программе 450 детей в 21 день занимаются, и когда они встречаются уже на закрытии лагерной смены, это безумно красиво. В этом году мы продолжаем этот эксперимент. И единственное, что в рамках этого эксперимента у нас пойдет третья, и в продолжении прошлогоднего эксперимента у нас пойдет третья и восемнадцатая, третья лицея, восемнадцатая школа. А по другой программе у нас пойдет, по инновационной программе, пробной, пойдет гимназия номер пять. Надеемся, что ребятам очень понравится, и эти проекты получат дальнейшую, я не знаю, реализацию. Очень здорово. Спасибо вам большое за интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была директор Центра дополнительного образования ХОСТа Карина Чулакян. Карина Эдуардовна, спасибо большое. Вам спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова